Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Закон перемены и сочетания труда». Читает текцию кандидат медицинских наук Денис Борисович Деперин. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Сегодняшняя наша лекция посвящена закону. Закону перемены и сочетания труда. Закон, как мы знаем, это спокойное явление. И на поверхности мы видим бурлящие перемены. Порою различные сочетания различных видов деятельности человека. В том числе в сфере материального производства. Что позволяет многим нашим оппонентам заявлять, как буквально на днях я слышал по городскому радио, по городской трансляционной сети, что пролетариата, которому нечего терять, кроме своих цепей, уже давно нет. Это никакой не пролетариат и не рабочий класс. Есть трудящиеся, все работают в той или иной сфере, сочетают различные виды деятельности, в том числе и труд рабочего. Настолько изменился, что он уже в общем и не рабочий. Эту песню мы слышим многие годы. Она повторяется с различными вариациями. И суть ее сводится к тому, что поскольку форма деятельности, форма труда изменилась, изменилась настолько, что трудно сопоставить тот труд, который выполнялся век назад рабочими, и который выполняют они сейчас. И условия труда. Хотя, конечно, это касается в основном большими оговорками высоко квалифицированных рабочих. Мы знаем, что есть масса рабочих, труд которых протекает в совершенно ужасающих условиях. Но, тем не менее, на поверхности мы видим действительно колоссальные перемены. И это позволяет нашим противникам, нашим врагам и врагам рабочего класса говорить о том, что нет никакого рабочего класса. Есть трудящиеся, которые свободно выбирают свой вид деятельности и переходят, хотят, будут развиваться, получат образование и сменят свой вид деятельности. Ну и, соответственно, и классов нет. Вот о чем мы говорим. Раз нет рабочих, значит, нет и классов. А раз нет рабочего класса, значит, некого эксплуатировать. О чем мы тогда говорим? Куда мы идем? Какой коммунист? Прекрасно. Вот развес и капитализм – это, так сказать, последнее слово в развитии человечества. Он будет еще усовершенствоваться, развиваться, улучшаться. И вот за счет этого улучшения все придут, так сказать, ко всеобщему благоденствию, всем будет хорошо жить на этом свете. В то же время мы видим, что вот эти вот сладкие речи, они приходят в противоречие с тем, что мы наблюдаем даже в усеченном виде в средствах массовой информации. Постоянные протесты, демонстрации, выступления, перевороты в странах, да, выступления, связанные с ухудшением положения трудящихся, с повышением расходов и так далее, повышением цен. Мы видим постоянную растущую разницу, пропасть даже, по сути дела, между имущими классами и неимущими. И все это как-то не укладывается в такую концепцию плавного, постепенного развития, которое, собственно говоря, нам пропагандируется. Но, с другой стороны, если мы посмотрим, действительно, как изменился труд того же рабочего, вот на примере лесоруба. Лесоруб в течение, мы будем говорить, 50 лет, конечно, сложно себе представить, что он 50 лет назад начал махать топором, но, может быть, такие люди и есть. Он рубил деревья топором, там, работал пилой, потом появилась бензопила, стал пилить. Вместо одного-двух деревьев он стал валить десяток деревьев. Ну, и сейчас вот тем рабочим, которым повезло, работающим в лесной лесосготовительной отрасли, это не наши рабочие, где-то финского рабочего, он работает на комбайне, который сначала срубает сверху донюду все ветви с этого дерева, укоривает его, и потом нарезает на ровные бревнышки и, так сказать, укладывает на соседнюю. Производительность выросла колоссально. Ну, и естественно, что он уже сам топором не машет, физически он не так нагружается, сидит в кабине, вентилируемой, там, с кондиционером, со всеми делами, музыка у него там играет. В общем, практически какой же производительный труд? Перемены колоссальные. О чем это говорит? О том, на самом деле, не о том, что он перестал быть рабочим, он все равно трудится в материальной сфере, он производит материальные блага, он заготавливает древесину. Но перемены явно произошли. И это говорит о том, что закон перемены труда действует. Закон перемены труда действует. И действует он потому, что идет, в том числе, одна из побудительных причин, потому что идет научно-технический прогресс. Он идет постоянно, он не останавливается никогда, он идет при любом общественном струе, при любом способе производства. И будет идти дальше. Поэтому перемены мы видим, которые происходят в труде. А что касается сочетания, почему мы говорим о сочетании, различных видов труда. И это тоже, так сказать, дает какую-то пищу, поверхность вот этого явления, проявление закона сочетания труда, дает пищу для наших оппонентов. Почему? Потому что говорят о том, что вот рабочий, современный, допустим, работающий на станках с числовым программным управлением, он сочетает элементы умственного, и даже в большей степени умственного, чем физического труда. Он вводит программу, даже, может быть, составляет сам эту программу. Там корректирует ее при необходимости. Ну и, так сказать, вся его деятельность запускает в том, что он запустил эту программу и дальше наблюдает, как это все осуществляется. Вроде как эта деятельность интеллектуальная, в общем-то, совершенно далекая от того, что он делал рабочими. 50 лет, 100 лет назад. Что мы видим? А мы что видим здесь? Если подходить с марсистской позиции. Мы видим здесь сочетание различных видов труда. Сочетание умственного труда и сочетание труда физического. Оно есть. И это же касается и работников, которые занимаются преимущественно умственным трудом. Те же самые инженеры. На работе в ряде случаев приходится выполнять какие-то операции определенные, которые связаны непосредственно с производством. Но мы не говорим из-за этого, что он перестает быть инженерами, перестает и переходит, так сказать, в разряд рабочих. Потому что основная его деятельность все-таки является деятельностью интеллектуальной. И он способствует, участвует в процессе производства, но непосредственно не является непосредственным производителем. Когда начинает действовать этот закон? Закон сочетания и перемены труда. Начинает он действовать, собственно говоря, с того момента, как человек начал трудиться. То есть в доисторические времена, будем говорить так. Уже в первобытной общине человеку приходилось выполнять различные виды труда для того, чтобы просто существовать и поддержать существование своей общины. И естественно, что он переходил от одного вида деятельности к другому в зависимости от обстоятельств, от сезона, доступности тех иных ресурсов и так далее. И понятно, что в своей деятельности он сочетал элементы и умственного труда, потому что надо было что-то спланировать, придумать и, соответственно, реализацию. То есть непосредственно реализация непосредственный физический труд. И в то же время начал действовать и закон разделения труда. Это второй важный, фундаментальный закон, о котором я пока не говорил, но который все время здесь, на самом деле, незримо присутствовал в моей преамбуле. Разделение труда связано с тем, что чем сложнее становилась деятельность человека, тем больше возникала необходимость разделить вот эту деятельность между отдельными членами той же самой общины. Это разделение, которое связано с тем, что деятельность человека многообразна и по деятельности, в том числе и прежде всего, по владению веществом природы требует различных навыков, требует определенной специализации. И все это начало возникать уже опять-таки на заре человечества, когда человечество только начало трудиться. Это так называемое естественное разделение труда, и оно сохраняется всю историю человечества и будет сохраняться в дальнейшем. Это разделение связано с тем, что просто невозможно, все в одном объединенных человек не может сочетать все виды деятельности. С одной стороны. С другой стороны, кто-то более способен в одном, кто-то более способен в другом, склонности, предпочтения и так далее. Но это субъективные факторы. И если объективные, это потребности общества. Потому что обществу не нужно, чтобы каждый занимался одним и тем же. То есть, необходимо удовлетворить разные потребности. И, соответственно, возникает вот это деление. И это деление сохранится в будущем, в том числе и в бесклассовом обществе, потому что оно связано с естественным разделением видов деятельности человека. К чему привело вот это разделение труда, действие закона разделения труда? Оно привело к тому, что определенные группы людей стали заниматься определенным видом деятельности. И в том числе изготавливают для этого вида деятельности орудия труда. И постоянное изготовление одних и тех же орудий труда приводит к тому, что они начинают совершенствовать. Совершенствует сам процесс труда, совершенствуется орудие труда. Вот совершенствование орудий труда, которое возникает на основе естественного разделения труда, приводит к чему? Приводит к тому, что возникает уже другое разделение труда. Разделение труда, основанное на собственности. Как только производительность труда вырастает настолько, что появляется возможность присваивать плоды чужого труда, это присвоение осуществляется и возникает новое деление. И вот это деление, вот это разделение труда, связанное с отношением собственности, оно является как раз приходящим. Оно является приходящим, оно характерно для вот этого периода человечества, связанного с отношениями собственности. Это и правовладельческий строй, это феодальный строй, это капиталистический строй. Соответственно, мы можем говорить о том, что разделение труда, связанное с отношением собственности, оно так же, как возникло вместе с собственностью, так вместе с собственностью оно и исчезнет. Оно и исчезнет. И когда мы говорим о преодолении классовой разницы, говорим о преодолении разницы между людьми умственного и физического труда, между городом и деревней, между мужчиной и женщиной, мы говорим, в первую очередь, о преодолении вот этих различий, о различии разделения труда, связанного с отношениями собственности. В первую очередь. Но мы говорим также о том, что разделение, уничтожение этого разделения прежде всего лежит в сокращении рабочего дня, сокращении рабочего времени и увеличении времени свободного. В то же время мы понимаем, что свободное время, оно не возникает просто из сокращения. То есть, сначала мы увеличим время нерабочее. И высвобождаемое время, даже вот если сейчас, завтра, допустим, представим, у нас правительство издало указ, все пришли к 6-часовому рабочему дню. Это под записи. Но не, допустим, издало такой указ. Значит, что у всех прибавилось по 2 часа свободного времени? Нет. Не прибавилось по 2 часа свободного. Появилось время нерабочее дополнительное. А вот как человек его будет использовать, уже зависит от самого человека с одной стороны. С другой стороны, созданы ли условия для того, чтобы это высвободившееся время стало свободным. А свободное время это время для для свободного развития, для развития человека. И оно должно быть, с одной стороны, материально обеспечено, оно должно быть организационно обеспечено, и оно должно быть обеспечено определенной потребностью. у людей эта потребность должна быть воспитана. Потребность в собственном развитии. В противном случае, конечно, вот это свободное время, вернее, высвободившееся время будет использовано не во благо, а во вред человека. Например, для того, чтобы где-то еще взять по работе два часа. В то же время, это я, так сказать, немножко отошел в сторону, в сторону времени свободного. И мы понимаем, что нерабочее время может быть свободным, может стать свободным. Это, как бы, царство свободное. А что же получается, что время, когда человек работает, это только царство необходимости? То есть, когда человек работает, он не свободен. А когда свободным становится, только когда выходит за пределы своего, так сказать, учреждения, предприятия. Наверное, это неправильно. Если мы говорим о полном благосостоянии, о свободном всестороннем развитии, то вот это время, которое человек проводит на работе, пусть даже короткое, пусть оно будет сокращено, но оно тоже должно быть свободным. То есть, оно тоже должно способствовать развитию человека. Каким образом? Иначе, иначе развитие будет неполным. Можем ли мы полностью отказаться от, так сказать, производства материальных благ? Нет, не можем. Это не от нас зависит. Производство материальных благ необходимое условие для существования человека. И в этом плане, вот эта необходимость материального производства, оно является таким вот ограничением. Но в то же время, мы знаем, что свобода – это не произвол, а свобода – это господство над обстоятельствами со знанием дела. Так вот, господство над обстоятельствами здесь заключается в том, что мы, используя необходимость материально, так сказать, трудиться в материальном производстве, используем с максимальной эффективностью, с максимальной пользой как для общества в целом, так и для каждого конкретного человека. То есть в своей производственной деятельности человек тоже должен быть свободным. Вы скажете, что это такой вопрос перспективы, после победы пролетариата, завоевания политической власти, обобщисления производства. Тогда уже цель производства становится не получение прибыли, а получение достижения благосостояния, полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот тогда мы можем говорить о том, что и на производстве можно будет осуществлять этот принцип свободы. На самом деле мы видим, что принцип, вот этот принцип, а вытекает он из того же закона переменной сочетания труда, он сейчас уже прорывается через капиталистическое производство. Как это происходит? Для того, чтобы понять, как это происходит, мы должны немножко вернуться назад, опять-таки, в прошлое, и так бегло рассмотреть, как закон переменной сочетания труда проявлялся в различные эпохи, частно-собственнические, в эпоху рабовладения. Ну, здесь понятно, что никакой свободы у раба не было, что ему говорили, то и он и делал. Здесь разделение труда, закон разделения труда действовал в большей степени, потому что, значит, одних рабов там управляли на тяжелые работы, кто посильнее, там, камни таскать, еще что-то, там, сирско-дясни и так далее, а тех, которые поискуснее, они занимались исключительно изготовлением каких-то тонких изделий и так далее. И никакой перемены труда не было, естественно. Одна перемена была, если он умирал, и на этом его трудовая деятельность заканчивалась. При переходе к феодализму, к феодальному способу производства, здесь мы видим, что закон разделения труда, он продолжает действовать, естественно, и разделение труда углубляется, появляются, в том числе и свободные граждане, которые трудятся, естественно, и на примере городов мы видим, что расцветают ремесла, то есть возникают гильдии определенных ремеслов, то есть людей, которые с поколения в поколение занимаются определенным делом. Идет разделение. А сочетание перемены труда идет? Идет. Если мы возьмем натуральное хозяйство, в натуральном хозяйстве, как раз вот этот закон перемены сочетания труда, он проявляется в полной мере. Крестьянин занимается и сельхозработами, в летнее время, преимущественно зимой, когда сельхозработ нет, он занимается ремеслом, он занимается заготовкой, там, дров тех же самых и так далее. И в то же время он должен себе построить дом, он и строитель, так сказать, он и плотник, и повар, и так далее. И в принципе крестьянское хозяйство полностью себя обеспечивало, в том числе пошив изделий, ткали. Ну, вы все прекрасно это знаете. То есть здесь как раз один и тот же человек, он различные виды деятельности сочетает и меняет их. То есть и перемена, и сочетание труда здесь происходит. Зарождение мануфактуры и зарождение капиталистического способа производства. Здесь, с одной стороны, идет усугубление, опять-таки, усиление разделения труда. То, что раньше выполнял один ремес, например, допустим, как Марс приводит, изготовление иголки, разделяется между десятком людей. Один тянет проволоку, второй режет, третий затачивает, четвертый полирует, пятый делает ушко, ну и так далее. То есть приводит к резкому росту производительности труда. В то же время вот это разделение труда приводит к специализации, то, что никакой перемены уже для данного конкретного рабочего не происходит. Он становится частичным рабочим, он становится операционистом, он выполняет какую-то конкретную операцию. и выйти за пределы вот этой, так сказать, операции не может. То есть закон перемены труда и закон сочетания труда здесь ослабляется, его действие ослабляется. Идет научно-технический прогресс, идет механизация, механизация, она приводит, опять-таки, к тому, что углубляется вот это разделение и, соответственно, операции, которые выполняет человек, они становятся довольно узкими. Соответственно, здесь о перемене труда, его сочетании говорить не приходится. Ну, естественно, какое там сочетание с умственным трудом. Конечно, этого не происходит. Но что происходит дальше? Техника уфлажняется, и техника становится, те же самые станки становятся более сложными, и уже требуется, так сказать, для того, чтобы выполнить какую-то деталь, не просто уметь ее вставить в станок и нажать, так сказать, рычаг или потянуть за этот рычаг, но требуется и просчитать чертеж, и требуется и, соответственно, какие-то внести, возможно, поправки даже. То есть здесь появляются уже элементы, в том числе и умственного труда, неизбежно. И дальше, когда мы переходим к автоматизации, здесь уже появляется возможность переходить от одной отрасли к другой. Потому что в целом получается, что то же самое рабочий, он управляет станком, и, по сути дела, неважно, в какой, так сказать, сфере что изготавливает, потому что принципы функционирования вот этих станков, они уже унифицированы, унифицируются. Соответственно, здесь вот этот закон необходимости, закон перемены и сочетания труда, он прорывается через вот эту корку капиталистического разделения, законно разделения труда, который господствует в капитализме. Соответственно, если мы видим на ранних стадиях капитализма необходимость резервной армии труда, потому что в любой момент резервной армии труда, то есть безработных, можно при внезапном расширении производства направить на это производство, освоение, так сказать, тех операций, которые там выполняются, оно занимает немного времени, переобучение какое-то не требуется, и вот эту армию безработных можно направить сразу на производство. Сейчас получается, что эта армия безработных, она оказывается по большому счету бесполезна в современных условиях производства, потому что для того, чтобы пустить ее в ход, необходимо довольно длительное перетривление, его нужно переобучить или просто обучить. Соответственно, потребность уже возникает, даже в рамках нынешнего существующего строя, капиталистического, необходимость в рабочих и работниках другого типа. Это работники, которые, во-первых, они должны быть образованы, они должны владеть и фундаментальными знаниями, с одной стороны, и с другой стороны, быть способными достаточно легко переобучаться и переходить с небольшим, через небольшой интервал времени от одного вида производства к другому. В том числе и осваивать новые виды техники. Сейчас, поскольку капиталистическая форма производства, она сдерживает проявление этого закона, то есть закон прорывается в виде отдельных таких явлений. В том числе, эти явления и могут носить уродливый характер. Вот, например, это массовое увольнение при внедрении какой-то новой техники. То есть вместо того, чтобы переменить труд и сократив рабочее время дать возможность за счет повышения квалификации, за счет овладения новой техникой людям включиться в новую сферу производства, их выкидывают на улицу. Ну и в том числе тот жупел, который нас пугает все время, это роботизация, что, дескать, придут роботы, и роботы заменят вообще всех. На самом деле роботы, как и в свое время машины, как потом автоматические машины, это тоже средства производства, которые делают одно и то же. Они экономят живой труд. Это происходит экономия живого труда. И как раз роботизация, вслед за автоматизацией, она как раз и может способствовать тому, что работники становятся более гибкими. То есть они могут переходить из одной сферы деятельности в другую. И, собственно говоря, это потребность современного производства. Это потребность современного производства, и это потребность, которая дальше сохранится и в будущем, в том числе и после победы пролетариата, и обучисления вот этого современного производства. То есть мы подходим к тому, каким образом может осуществляться принцип свободы в производственной сфере. Он заключается не только в том, что мы трудимся очень короткий промежуток времени. Ну, если брать по счету наших экономистов марксистских, 40 минут, если рабочий вырабатывает за 40 минут свою заработную плату, дескать, мы будем работать 40 минут, но если он 40 минут эти будет даже приклеен к одному и тому же месту, то все равно здесь он будет не свободен. Если будет возможность переходить с одной работы на другую и в своей деятельности сосчитать в том числе элементы физического и умственного труда, вот это уже как раз шаг в сторону от царства необходимости, царства свободы. Сейчас, поскольку общественная форма и общественный строй, способ производства, они как раз сдерживают проявление закона переменной сочетания труда, мы не можем его, скажем так, сознательно использовать, но мы должны его знать и понимать то, что при изменении строя, при переходе к более высокому общественному строю, вот этот закон переменной сочетания труда, мы должны будем использовать уже сознательно. использовать его сознательно. Для чего? Использовать его для того, чтобы преодолеть классовую разницу вместе с сокращением рабочего времени и увеличением свободного, использованием этого закона переменной сочетания труда при осуществлении трудовой деятельности, используйте для уничтожения класса. В каких формах это будет осуществляться? Здесь, в первую очередь, конечно, здесь, поскольку период до полного коммунизма, это период диктатуры пролетариата, то, в первую очередь, действие этого закона должно быть проявлено и должно быть использовано для улучшения положения рабочего класса. Для улучшения положения рабочего класса. То есть, это возможность сочетания различных видов деятельности в рамках того же самого производства. Это участие в управлении производством. Это участие в других видах деятельности, в том числе и в управлении, и в государственном управлении, в муниципальном управлении и так далее. То, что имело место в свое время в Советском Союзе, по сути дела, в 18-30-х годах, но потом уже стало уменьшаться. Соответственно, вот эти формы и другие формы, которые мы пока не знаем, но которые наверняка будут внедрены, будут применены. И я думаю, что как только рабочий класс снова окажется классом правящим, классом, соответственно, господствующим в обществе, то он найдет в себе огромные силы и огромные резервы и огромные творческие возможности для того, чтобы вот этот закон переменной сочетания труда применить. Ну, а наша задача, как коммунистов, знать этот закон, учитывать его в наших программах, учитывать в нашей деятельности и направлять в том числе нашу работу наряду с борьбой за сокращение рабочего дня на вопросы, связанные с жизнью рабочих на производстве. Это касается и обучения, это касается и переобучения, это касается и профсоюзной работы, и профсоюзной учебы. И вы знаете, что вопросы профсоюзной учебы, вопросы вообще учебы были включены в повестку дня Российского комитета рабочих, обсуждались на нем. То есть это те вопросы, которые позволяют рабочим развиваться, в том числе и в рамках своей трудовой деятельности. Ну и опять-таки хочется подчеркнуть, что полнота развития возможна, конечно, только при сокращении рабочего времени и при увеличении времени свободного. Потому что вот это время высвобождаем, в первую очередь его уже сразу можно использовать для своего развития. Благодарю за внимание. Сколько капиталистам надо рабочих? Если мало, то рабочий класс будет слабым, малым. А как революцию сделать? Ну, сила же не в количестве, а сила в организованности, как вы знаете. Ну, если будет рабочих один раз, то... Сколько капиталистов у вас? Тем не менее, это не мешает им быть правящим классом. Поэтому вопрос-то не в количестве и не в том, что, так сказать, будет много или мало. Рабочих, абсолютное большинство рабочих в обществе, по-моему, один раз только было в истории, да, в Германии, когда я абсолютно наблюдал. Даже не знаете, когда действительно рабочий класс будет преобладающим. Ну, тем не менее, я встречал такое утверждение. Я не проверял, знаете, к сожалению. Значит, соответственно, мы говорим не о количественных каких-то показателях, потому что сокращение рабочих, оно происходит. И происходит оно в связи с тем, что капиталисты таким образом используют плоды научно-технического прогресса для того, чтобы сократить количество рабочих и заставить их, так сказать, выполнять ту же работу, которую выполняло до этого большее количество. Но они же им будут давать большие деньги, и рабочие будут довольны? Ну, это вряд ли. Дело не в этом. Дело в том, что это движение общественной материи. Так же, как не остановить научно-технический прогресс, так же и движение общественной материи остановить невозможно. И все усилия, так сказать, по лакировке, по какому-то улучшению, на самом деле они не приводят к таким долгосрочным результатам. Мы знаем, что противоречия в капиталистическом мире, они растут. И растут в том числе между странами, да, и все равно вот это разница углубляется. Поэтому рабочий класс есть, будет, вплоть до полного коммунизма. И другого класса, который может осуществить революционное преобразование в обществе, нет. Рабочий класс – это единственный прогрессивный класс. А как же вот рабочий класс в Англии, в Америке? Ну, у нас вопросы в сеписленном виде. Я прошу прощения, конечно, мы с вами можем в дискуссии. Может быть, вы выступите? Да, вы выступите на выступление. Значит, соответственно, слабость рабочего класса сейчас не в том, что он малочисленный, а в том, что он неорганизованный. Раз. И второе – то, что он, в общем-то, пока как-то не очень воспринимает свою идеологию, свою политику рабочую. Марксизм. К сожалению. Но я думаю, что все равно это неизбежно к этому прийти. Само положение рабочих, оно толкает их к тому, что необходима борьба с капиталистом. А борьба их наводит на понимание того, что в рамках капиталистического общества кардинального улучшения положения не получится. Поэтому другого пути, как организовываться, как брать в свои руки политическую власть, с помощью политической власти преобразовывать общество, у рабочего класса нет. Второй вопрос. Прошу уточнить. В коммунистическом обществе исчезнет отношение собственности, или будет уничтожена частная собственность, или будет утверждена общественная собственность? Ну, вопрос хороший, конечно. Частная собственность уничтожается, в первую очередь. И возникает общественная собственность на средства производства. Да, общественная собственность будет сохраняться. Это понятно. Отношение к средствам производства, к условиям производства, как к своим, оно сохранится. Говоря о том, что... Говоря о собственности, я, конечно, имел в виду частную собственность, а не общественную. Все, уточнее, спасибо. Вопросов нет. У нас один выступающий записался. Спасибо. Да, я не хранил, но поскольку были вопросы и пошла дискуссия смесь, короткий комментарий. На первый взгляд вопрос, который сегодня был озвучен, сугубо теоретический. Закон, перемены, сочетание труда. Но на самом деле, вот этот тот фундамент, на котором все практические вопросы предстоят. И вот такая мимолетная дискуссия, она показала, что самые, так сказать, насущные, самые злободенные вопросы, вот они на этом упокоятся. Начиная с того, достаточно ли количества рабочих в России для того, чтобы совершить социалистическую революцию и так далее. Я полностью согласен с тем, как ответил Денис Борисович, могу только уточнить. Если вы откроете статистические сборники, там дают следующую цифру, что в промышленности России, царской России, на момент совершения революции, насчитывалось 3 миллиона 900 тысяч рабочих. То есть, менее 4 миллионов. И этой цифры, этого количества, оказалось достаточным, чтобы совершить переворот в капиталистическом способе производства. А сейчас у нас, если откроете, зайдете на сайт Роскомстата, вы увидите, что всего рабочих где-то порядка 24-25 миллионов человек. А в промышленности, промышленности, где-то 10-11 миллионов. То есть, численно, гораздо больше, чем это было до революции, до октябрьской революции 17-го года. Поэтому вопрос, повторюсь, делал, конечно, с подготовкой организации рабочего класса. И что касается тоже заработной платы. Ну, не факт, что чем выше заработная плата, тем, значит, рабочие будут ленивее, не будут хотеть они бороться с капитализмом. Это как раз наоборот получается. По нашему тому, что и на стране происходит, и, скажем, в развитых странах Запада. Ну, посмотрите, вот сейчас. Самый свежий пример. Правительство, так сказать, Франции, буржуазное руководство Франции, надумал провести пенсионную реформу. Самые минимальные цифры, которые, сказать, в прессе, сказать, нас озвучивают, сколько вышло на минимуме 800 тысяч, а так полтора миллиона. Это при том, какие там заработные платы и какая там пенсия. Уж по разным оценкам от одной до двух тысяч евро. Вы можете на 70 получите, да, эту цифру. Искак был у нас, наоборот. То есть, дело, конечно, в организации. Или посмотрите, пожалуйста, кто у нас, вот, так сказать, в передовых борцах, в части организации, коллективных действий. Ну, пожалуйста, те же авиадиспетчеры. Тоже зайдите на сайт, посмотрите, какая у них зарплата. Там от 80 до 120 тысяч. Это несколько раз, там, два в три, если не в три раза, больше средней заработной платы рабочих. Заработная плата, организация какая? Как говорится, только пример. А так, хочу поблагодарить Денис Борисовича и пожелать дальше развивать эту тему. Спасибо. И тогда объявление. Заключительное слово. О, извините, конечно. Ну, несмотря на то, что вопросов было мало, дискуссия, так сказать, была короткой, я все же позволю себе сказать заключительное слово. Иногда складывается впечатление, что вот закон переменной сочетания труда – это какой-то выдуманный закон. Более того, это закон, который при социализме будет рабочий класс проводить, так сказать, железной рукой и всех заставит пойти на производство. Я думаю, что из сегодняшней нашей лекции понятно, что это никакой не выдуманный закон, это не то, что может быть прописано декретом какой-то власти любой. Это общественный закон, который возникает из самой природы, общественной природы человека и природы труда, который начал действовать в доисторические времена и продолжает действовать, и будет действовать до конца истории человечества, если такого вдруг настанет. И формы проявления этого закона, они разные, в разные эпохи. Но что касается коммунистической эпохи, то здесь, конечно, мы можем сказать одно, что полное уничтожение классов, полное преодоление классовой разницы невозможно без того, чтобы каждый вносил свою долю в производительный труд. То есть, всеобщее участие в производительном труде, конечно, это условие построения полного коммунизма. Спасибо. Спасибо вам. Как объявление, у нас через неделю, 19-го, последнее занятие в этом семействе. Значит, тема занятия «Процесс объединения коммунистических сил в России». Читаем лекцию, первый сектор ЦК РКРП, 20-го, 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 20-го. Так, встречаемся в следующий четверг. В этом да. Спасибо. Спасибо.